Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей интернет-портала Экзегет. Вопрос такой, тоже, наверное, очень важный. Как бороться сомнениями веры? Сомнениями веры бороться можно двояким способом. Бывают два рода сомнений, исходящих из двух разных источников причин. Первое, обычно это вот самый распространенный род сомнений. Это когда человек пришел к вере разумом, через разум. Он разумом принял, что Бог есть, а воспитание, образование, окружающая среда, она неверующая, как была, так и осталась. И эта среда, и это прошлое, оно порождает сомнение, с чего ты решил, что Бог есть. А вот тут как? А вот тут эдак? А вот тут то? А вот тут все? А вот динозавры? А вот там 5 миллиардов лет там Земле там? А вот Солнечная система? А вот Квазары, Квант? А вот там, скажем, неодертальцы, кроманьонцы и прочее, прочее. Ну как же, очевидно же, что все это противоречит Библии. Значит, Бога нет. И много чего другого, вот когда сомнения приходят через разум. Именно не через просто ум, а через разум. Они продуцируются просто нашим окружением и нашим собственным прошлым. Вот, естественно, с этим бороться нужно никак иначе, как только погружением в веру. Надо много читать, надо много думать, хорошо пойти учиться. К счастью, очень много дистанционных курсов. Можно пойти учиться в Свято-Тихоновский институт, сейчас он называется, Православную гуманитарную академию. Можно пойти учиться в Екатеринбургский миссионерский институт. Есть, естественно, завученная форма обучения. Можно сделать много вообще, семинарии есть везде. Ну, семинарий предполагает определенный ценз социальный к поступающим туда. Но есть светские разные уровни теологического образования. Сейчас это пока доступно. Есть просто, в конце концов, книги, которые в системе можно читать. Но человек, который всерьез решил побороть сомнения, ему придется сделать две вещи подобного рода сомнений. Это надо ограничивать вредный круг общения. А во-вторых, надо переосмыслить все то, что было накоплено за годы, скажем, светского образования, атеистического просвещения. Переосмыслить. Не отбросить. Там было очень много замечательного, ценного, просто истинного и правильного. А переосмыслить. А это, собственно, и есть задача покаяния. Покаяние предполагает в том числе и это. А второе сомнение. Оно сомнение более глубокое. Вот. Оно не является сомнением разума. Оно есть сомнение сердца. И вот с этим сомнением бороться куда труднее. А отделаться от этих сомнений никак нельзя. Человек такого рода не сомневается, что Бог есть. Он не сомневается, что все, что написано в Библии, правильно. Он сомневается, а любит ли меня Бог? А могу ли я спастись? А действительно, то, что я делаю, не бессмысленно. Вот от этих сомнений человек не огражден никогда. Потому что это его человеческая природа. Он живет верой, а не виденьем. А вера и предполагает такого рода сомнений. Можно спустя какое-то время и понесенные покаянные труды прийти к такому состоянию. И таких людей великое множество, я лично знаю, которых сомнения разума не беспокоят вообще много-много лет. А вот сомнение жизни, сомнение веры, не сомнение, еще раз подчеркнув, в бытии Божьем, а сомнение в том, а то ли я делаю, а тем ли занимаюсь, а действительно ли есть шанс спастись, вот эти гарантии никто никогда не даст. И всегда будет неуверенность, потому что мы живем верой. Но и этой же самой верой мы преодолеваем это сомнение, читая Священное Писание или Святых Отцов, Псалтырь, где вновь и вновь словами Священного Писания утверждаем себя в надежде. А надежда постепенно делает наше сердце все менее и менее зависимым от такого рода сомнений, но до конца они не покинут нас никогда. Когда, подобно тому, как Ава Сысой кажется великий, когда его спросили, что он плачет, он говорит, я не знаю, что меня ждет там. Но как ты же почти с детства подвязался в монастыре, ты точно спасешься? Он сказал, я знаю, что я делал все, чтобы спастись, а каков обо мне будет суд, это мне неведомо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.